Всем привет, мои хорошие! Хочу с вами посоветоваться. Дело в том, что я сегодня первый раз в жизни серьезно задумалась про операцию по коррекцию зрения. Раньше у меня тоже были такие мысли, но где-то страх, где-то цена кусалась, где-то еще какие-то были, была информация, что после 42 или не помню, то ли после 45, ну короче говоря, вот в этом возрасте вообще эти операции не делают. И сегодня я вот буквально где-то полчаса как вернулась из оптики, мы ходили вместе с дочкой, и почему я задумалась про операцию. Цены на оптику, они космические, вот реально. Два года назад мы делали очки, и те цены, которые сейчас, я вот реально прихожу в себя, я вот в шоке. Несмотря на то, что у нас очень хорошее покрытие, самое лучшее покрытие по страховке, в нашей страховке именно оптика. И несмотря на покрытие, с учетом, вернее, возмещения страховки, мы заплатили 1153 евро. Вот вы только подумайте, 1153 евро. Страховка возмещает 950 евро, 300 на оправы, это у меня и 200 на стекла. Как бы, ну оправы там, ладно, можно выбрать подешевле, как бы это не проблема. Очень дорогие стекла. И у Милен 200 евро на оправы и 250 на стекла. Одно стекло стоит 375 евро. Миленкины стекла стоят по 400 евро. И я взяла также рецепт на линзы, контактные линзы, и жду, когда они заказали. Такой набор, там будет несколько производителей, и я буду менять, смотреть, какие я смогу носить. И в прошлый раз я тоже делали мне линзы прогрессив, они здесь называются. Короче говоря, проблема в чем? Может быть, у кого, ну как бы, небольшая миопия, небольшая, ну вот это вот стекла, не такие дорогостоящие, как вот в моем варианте, и это не самые дорогие стекла. Короче, там есть самые дорогие, потом там уровень вот этого прогрессив, он более такой широкий, угол вернее, не уровень, или угол, или уровень, даже не знаю, как правильно сказать, но это не важно. Есть средняя, вот это вот я взяла среднюю, и есть очень маленькая. Ну как бы те они даже, и врач сказала, и эти там, разница небольшая между ними, но качество зрения конкретно меняется. И также я спросила, говорю, может обычные, просто, вот обычно, она говорит, вы понимаете, если вы возьмете просто обычные, то вам нужно одни очки заказывать для близорукости, другие очки для дальнозоркости, и как бы не факт того, что это вам выйдет немного дешевле. Плюс, опять же, я взяла, ну поскольку мы живем на юге, у нас солнце очень часто, редко, когда бывает такая пасмурная погода, и очки, которые меняют, когда солнце, они становятся как бы солнцезащитными, и плюс у меня, девочки, еще почему цена настолько, ну конкретно могу сказать, выросла. Я заказала вторую пару, у меня какая проблема, и появилась она буквально где-то, ну наверное, чуть больше года назад, вечером я не могу, когда я за рулем, то в моих вот этих вот обычных очках, вот эти прогрессив, я, у меня дорога расплывается, я очень плохо вижу, и если машина едет вот по встречке, и не с дальним светом, а с обычным, все, меня слепит, и я потом вообще ничего не вижу. И я спросила у врача, она говорит, я вам напишу все в ордонанс, ну в рецепте, и вам подберут. Короче говоря, первая пара будет, вот это вот, не пара, первые очки будут прогрессив, с антибликовым покрытием, ну я очень много времени провожу за компьютером, и затем вторая, второе покрытие, это вот солнцезащитное, то есть они будут менять цвет, ну и соответственно, качество стекол и линзы, более тонкие стекла, как бы по зрению линзы должны быть вот такие вот широкие, и если ты делаешь более узкие, короче говоря, цена тоже же возрастает. И как вот, ну если ты берешь широкие стекла, то естественно оправа, знаете, вот такая вот, ну в тоненькую, не вставишь никак, и естественно, ну опять же, я говорю, может быть, что-то поплотнее, куда вот эти линзы вставить, она говорит, оправа, которая даже поплотнее, она будет стоить дороже, чем обычная. И вторую, вторые очки я взяла, вот они называются Мажик, и там будет еще две клипсы, одна желтая стекла, вот эти вот, чтобы можно водить машину вечером, и ты, они для зрения тоже вот эти вот прогрессив, опять же, вот эти дорогие очень стекла, и вот эти клипсы, ты когда в вечернее время, ты их прикрепляешь, они как бы на магнитах, но они такие смешные, но я когда получу, все мы заказали, все мы оплатили, когда я получу, я покажу, и они вот такие вот ярко-ярко-желтые. И вторая клипса, такие очень темные, с какими-то вот этими UV-фильтрами, потому что, опять же, у нас юг, опять же, солнце яркое, и если ты за рулем в обеденное время, когда все вот это светит, или наоборот, когда солнце встает или садится, везти машину, даже если ты вот этот козырек откидываешь, ну вот у меня такая проблема, может и быть, у кого-то нет, но вот с этим связано. А у Милен, почему дороже? В Милене тоже мы заказали две пары очков, одни будут обычные, зрение у Малой упало, я вообще расстроенная, и врач назначила ей, очки будут для зрения, она говорит, ну там мало ли когда там физкультура, там такие вот занятия, там мы взяли оправу подешевле, и стекла, конечно же, хорошие, но оправа подешевле, но опять же, подешевле, как вот в оптике консультант, который я подбирал, он говорит, можно, конечно, там взять оправу там за 50, за 70 евро, но, вы же, говорит, понимаете сами, дети есть дети, и раз-два там снял, там не так, они бегают, прыгают, и, короче говоря, во-первых, нужно две пары, во-вторых, вот первое, там будут стоять тоже специальные стекла, чтобы притормозить потерю зрения, у нее близорукость прогрессирует, просто, ну, обычно, как, если у тебя проблемы со зрением, то, да, и здесь, и в Украине мы раз в год обращались, и здесь врач написала, сразу же дала рандеву, потому что у нас с этим здесь проблемы, через полгода прийти на проверку, и это нужно для того, во-первых, чтобы узнать, работает ли вот эти вот стекла, которые ей поставят, они тоже толстые, тоже мы брали, чтобы они были более тоненькие, но такая же самая функция, как и у толстых стекол, и что работает ли вот эти вот стекла, или, ну, как помогают ли они остановить, и если не помогают, то нужно потом заново делать очки, а по страховке и по социальной, и по этой ты можешь менять очки только раз в два года, но если зрение падает, короче, меняется у тебя там что-то со зрением, то ты имеешь право по рецепту врача, по специальному рецепту врача, снова обращаться, чтобы заменить, особенно, ну, как бы со взрослыми, раз в год, а с детками все это, ну, серьезнее, короче говоря, можно и через полгода, и вот нам через полгода идти, и я вот для Милен, естественно, раньше 25 лет, и врач сказала, и в оптике, никакая операция, но это невозможно, там еще есть какие-то специальные линзы, которые нужно надевать на ночь, и как бы они тоже там что-то корректируют, не знаю я, что дали мне вот эти проспекты, сейчас буду читать, смотреть, что и как, но опять же это только через полгода будет, не сейчас, и, ну, операцию как бы в 18 лет, там в 20 не делают, потому что потом все равно как бы проходит время, и придется второй раз делать, и сейчас буду смотреть, сколько на данный момент стоит эта операция, потому что если зрение будет падать дальше, мне через год сказали прийти, вот я приду через год, если опять оно снизится, то опять очки менять, и опять платить вот эти бешеные деньги, сейчас буду смотреть по интернету, сколько сейчас стоит, буду связываться со страховой компанией, узнаю, возмещается это или нет, потому что там и возраст учитывается, и некоторые страховки возмещают, некоторые нет, но последний раз, когда я смотрела, на один глаз полторы тысячи евро была операция, вот это, и я опять же так посмотрела, два глаза, три тысячи, да ладно, что там, ну очки сколько мы, когда 300 доплачивали, когда 600 доплачивали, как, ну потому что я делала и солнцезащитные, и такие там солнцезащитные, а правда вообще там не возмещаются, если там берешь Диор, или там что-то очень дорогое, то там естественно ты платишь по полной, и на сами линзы тоже там, в зависимости от страховой компании, короче говоря, нужно теперь узнать про операцию, нужно будет узнать, сколько возмещают у нас, и возмещают ли, и нужно будет, если не возмещают или очень мало, то нужно будет искать другую страховую, узнавать что и как, так что очень буду, безгранично буду благодарна за информацию, делал ли кто-то эту операцию, как это проходит, сколько это стоит, если кто проживает во Франции, делали во Франции, то какую клинику, может быть, вы посоветуете, чтобы я связалась, узнала, и делают ли это, вот мне 46 лет, делают ли это, в таком возрасте, короче говоря, вот так, вот пришла, и в оптике, консультант говорит, что, ну если вы не сможете, как бы, сейчас это не только у вас, как бы, по-другому никак нельзя, потому, ну вот это из-за вот прогрессив, что у людей, у многих в вашем возрасте, такие же проблемы, как бы, мы предлагаем опцию, без процентную, что вы можете там, в течение трех раз заплатить, вот эту сумму, потому что, ну как бы, раньше такого не было, что, ну сколько-то платишь ты, страховка возмещает, и как бы, 300, да, ну даже там, если за две пары, или там, ну за четыре пары очков, ты доплачиваешь, там 600 евро, как бы, ну это, семья может себе такое позволить, потому что, как ни крути, у каждого француза есть небольшая вот такая вот заначка, на крайний случай, потому что зубы, не все возмещается, очки, кто носит, ну у кого проблемы со зрением, тоже не все возмещается, как бы, ну люди, есть люди, всегда что-то откладывают, на вот такую вот экстренную ситуацию, но когда вот это вот, сразу, больше тысячи евро, это ж, смотрите, сколько-то получается, если стоимость очков при возмещении, вот 950, и я заплачила 1153, это получается 2103 евро, да, представьте, представьте, можно бушную машину купить за такие деньги, ну пусть там не какую-то, но на ходу, как короче говоря, так что девочки, вот так вот, подружка звонила, тоже, болела у нее десна, и взяла она направление к врачу, и сколько, на два с половиной месяца прождала, короче говоря, вот это воспаление, оно уже, как парадонтоз, парадонтоз, наверное, называется, ну короче, пошло вот это воспаление, уже дошло до кости, пока она дождалась визита к врачу, и лечение, которое ей назначили, 600 евро, там, что-то туда, ну, какие-то лекарства, что-то там, чистка, вот это вот, 600 евро стоит, ноль возмещения, ни социальной страховки, никакой, она говорит, что я, ну, когда они, они делают смету, перед тем, как, предложить лечение, они делают смету, потому что, ну, нет у человека денег, бесплатно тебя здесь никто лечить не будет, и она говорит, что, хорошо, мол, давайте возьмем следующее рандеву, и начала же узнавать в других клиниках, и все предлагают сейчас именно вот этот метод лечения, и нигде нет, есть дороже, и дешевле нет, и так же нигде, ни в какой не возмещается, то есть, в общем, ребят, вот такие дела, и шора быть, и как делать, ну, не знаю, я, в общем, такая сегодня настроение не очень, ну, а что делать, что делать, девочки, без очков никак, ни мне, ни малой, вот такие у меня сегодня, новости, ну, ладно, девочки, как говорится, ой, бахнула об стену, как говорится, дело сделано, буду ждать, когда придут очки, посмотрю, как, что там с этими линзами, меня линзы, мне выписывали, я в Украине покупала несколько раз, но очень редко их использовала, потому что, ну, во-первых, их нельзя каждый день носить, вот эти вот, которые каждый день ты меняешь, что там утром ставил, через там 5 или 6 часов нужно снимать, и почему мне линзы не очень нравились, потому что, когда вот ты в них, у тебя все классно, но проблема в чем, как она мне сказала, нужны линзы мне необычные, а прогрессив тоже, и как бы они по цене недешево стоят, есть упаковка 30, и есть упаковка 90 штук в пачке, и при том, у меня один глаз, там, одни параметры, другой глаз, другие параметры, и не получится так, что ты одну коробку купила, как бы на оба глаза, нужно тех 30 покупать, и тех 30, это 60, но что мне не нравилось, у меня обычные были, не прогрессив, для близорукости, и когда ты в них что-то читаешь, или смотришь, оно все плывет, нужно вот так вот отодвигать, и потом, после, ну, использования ты снял, и я вот вообще, я куда слепомышен, и что ты бачишь, и вообще такое ощущение, что, ну, как бы дома я не ношу очки, как мне врач сказала, что тренировать нужно, вот эти все зрительные нервы, и как бы нельзя, чтобы, ну, если уж совсем ничего не видишь, тогда, да, проснулся, очки на цепи, вот у нас Наташа, она так, она проснулась, где мои глаза, сразу очки, даже, чтобы в ванну, в туалет идти, я стараюсь дома, или в тех местах, где я знаю, что, как находится, ну, у друзей, у родственников, как бы я прихожу, очки снимаю, но, когда вот где-то, без очков же совершенно никуда, и вот, когда снимаешь линзы, то я вот даже дома, я вынуждена надевать, потому что вот именно после ношения линз, зрения, как бы вот в конце дня, у тебя вообще никакое, короче говоря, Ладно, девчонки, в общем, если у кого есть что сказать, по поводу операции, буду очень благодарна, желаю всем хорошего дня, хорошего настроения, мирного неба, здоровья, и увидимся.